Никогда не разговаривайте с неизвестными То, что позволялось Михаилу Булгакову, было немыслимо для остальных Писатель, который сам себя называл волком советской литературы, единственный, кто в 30-е годы не напечатал ни одного хвалебного произведения о Сталине Человек, который в своем романе увековечил дьявола и поселил его вот за этой дверью Место это давно и прочно обосновалось на литературной карте Москвы, так самое нехорошее И хотя на двери подъезда этого жилого московского дома кодовый замок, никого это не останавливает Сюда идут, 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 идут И я, Андрей Малахов, и дело нашей сегодняшней передачи – большая стинка Насладившись подъездом, хрупко постучались в нехорошую квартиру, даже особо не надеясь, что откроют Но нас пустили вовнутрь, и все это было очень странно Сегодняшние обитатели квартиры в объектив попадать категорически отказывались Паломничество в эту квартиру продолжается? Конечно, и станисты, и прочее, нехорошие люди Нехорошие люди и нехорошие квартиры А чем людей привлечают? То, что это официальный адрес вовнутрь и все? Ну, как люди, да, прочитали мастера, им это понравилось, там, в никакой особого смысла Ну, мы тут общались с жильцами, они, конечно, для них действительно эта квартира нехорошая? Не, ну, конечно, потому что подъезд изрисовывается, постоянно тут пиво, там, ну, в подъезде Теперь в этой квартире со странной репутацией Булгаковский центр Конечно, это не музей писателя, куда бы ходили сотни людей, все-таки жилой дом Центр занимается популяризацией творчества Правда, непонятно, что популяризирует, ведь Булгаков популяризации не нуждается Ну, спасибо, хоть дверь открыли и даже кое-что пояснили Это была коммунальная квартира, по большому счету даже неизвестно, где, в какой комнате он жил Это примерно, примерно, вроде бы, вот там, где мы сейчас это объявили И никаких вещей, естественно, личных вещей Булгакова здесь не сохранилось И никогда не было Вот, здесь был, как бы, только дух Булгакова Вот, в квартире он писал «Белую гвардию» Мастер Маргарита он только здесь задумывал Булгаков не любил, когда его сравнивали с героями собственных книг Единственное исключение – роман «Мастер Маргарита» Здесь за каждой строчкой скрыто что-то личное Страницы биографии тесно переплетаются с творчеством Этот роман Булгаков писал до самой смерти Почти 11 лет И трижды сам сжигал черновики рукописей В апреле месяце открылась нехорошая квартира для посетителей А вот этот старый шкаф – единственное, что осталось от булгаковской обстановки Он стоял не в самой комнате Михаила Афанасьевича Но все-таки, наверное, он помнит автора бессмертного романа «Мастер Маргарита» В СССР роман опубликовали только в 1966-м Стараниями третьей жены Елены Сергеевны Булгаковой Черновики романа были собраны буквально по крупицам Для интеллигенции эта книга сразу же стала своеобразной Библией А в коммуналку на Большой Садовой началось настоящее паломничество Человек, который живет в коммунальной квартире А сам находится духом совсем другой эпохи В той, все-таки он по воспитанию человек классический Из интеллигентной семьи Мало ли, что из интеллигентной семьи А из духовной семьи У него почти все родственники, знакомые, крестные Они или священники, или преподаватели духовной академии И в коммунальной квартире, конечно, жить было очень ужасно Все ранние его варианты «Мастер Маргарита», там, например, «Гивляда», там, еще что-то Он писал о тошности жития в коммунальной квартире Когда просто он мечтал Мечтал о том, что ему дали писать свободно и спокойно И поселил он в Североградске не то, что он любил эту квартиру А то, что он ее ненавидел Он ненавидел этот коммунальный быт И ненавидел эту... Ту систему, которая пришла в 20-е годы сюда Вообще в Россию Бывший врач белогвардейской армии Получивший контузию в Чечне Потерявший во время гражданской войны семью Из-под его опера выхода пьесы О трагической судьбе белого движения Иосиф Сталин посетил постановку по пьесе Булгакова «Дни турбинных» в Амхате 26 раз После чего пьесу сняли с репертуара Это единственная правда, которая выходит в театральной подмостке Где можно увидеть, до чего большевики сильны, если победили таких людей Если они победили таких просто неординарных личностей Значит, большевикам все возможно И он ходил сам, заставлял ходить в свою верхушку Чтобы они поняли, до чего же мы сильны А не потому, что ему нравилось Он упивался своей силой Сигнал на начало травли Булгакова был дан На него со всех сторон набросились его же коллеги, критики, читатели Его перестали печатать, пьесы одну за другой запрещали Посетив этот островок старой Москвы Частички города, которая сохранилась еще с прошлого визита Мессира Люди разносят мистические истории Одна, другой краше И черные коты, проявляющиеся на стенах Изображения Воланда проступают под слоями черной краски В нехорошей квартире говорят, что это все цветочки Знаете, я могу рассказать такие истории, допустим Что сюда приходит каждый день Михаил Афанасьев Садится, закуривает сигарету, наливает себе чай и молча уходит Вот, и мы не можем даже ему слово сказать Мы не имеем у нас, знаете, просто язык не шевелится Могу еще всякие истории рассказать Если вы у них поверите, ну, будет И так, но не поверите, это другое Так что, ну, это мифы Но что бы там ни говорили товарищи из фонда Здесь, как нигде, думается о бренности жизни Дом, под сводами которого творился самый гениальный роман 20 века Программа «Культура» похитила И высшие силы были не против Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok